Так, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, вот, всем здравствуйте. Так, приехали, сейчас будем кормить. Подождите, подождите, сейчас будем всех кормить. Так, тебе туда, сейчас, подожди, тебе, стой, подожди, ну, прямо туда, подождите. Вот тебе, вот туда, тебе, идите вон туда, быстро, ну, ты глянь, так, сейчас, 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 вот, все, так, сейчас, подожди, подожди, тебе тоже дам, тебе тоже дам, на, вот, все, молодец. Всем, так, тебе, подожди, подожди, вот тебе, оп, так, сейчас, сейчас, тебе, оп, сейчас, тебе, раз, так, подождите секунду. Да нельзя, ну, прямо, вот, они прямо летают, летают, нате, вон, раз, сейчас я все вам дам, сейчас, мои хорошие, вот туда, оп, а что вы думаете? Приходится, приходится их кормить, а иначе как? Иначе никак жизнь не получается. Все, хоре, хорошего понемножку, остальное потом. Все, все, говорю, все, нема, ничего, все, все, пошли. Так, сегодня вообще необыкновенная красота, сейчас я вам покажу эту красоту нашу, сегодняшнюю, вот такая вот красота. У нас тут собачки, вот они, посмотрите, вот они, мои хорошие, все, я их уже покормила, облизываются, все, мы их подкармливаем, понятное дело. Кстати, у меня хорошая новость, но это не бездомные собаки, это собаки вот с этих объектов, они тут живут, это не бездомные, поэтому все нормально, просто я их не подкармливаю. А у меня были собаки, я как-то делала видео, и там все мои собачки были собраны, ну, какая-то приблудилась с улицы, какая-то еще откуда-то, все, в общем, было около четырех, нет, пять собачек было. В общем, для всех нашли хозяев, вот, одна собачка, правда, она нам уже так, не надо, она уже нам попалась больная, одна собачка уже попалась больная, и она умерла, хотя мы ее и лечили, и отправляли, ведь лечебницу, и все, нет, ничего не получилось, посмотрите, как море штормит, видите, какая красота. Здесь снежок выпал, а тут море, море никогда не замерзает, оно всегда вот такое вот неугомонное, красивое, просто бесподобное. Вот только одна собачка ушла, как говорится, в мир, в свой рай собачий. Мне вообще кажется, что собаки всегда в рай попадают, у них нет этой подлости, у них нет вот этой вот завистливости, у них нет вот этой вот грязи, они не устраивают войн, понимаете, не развязывают. Вот, и в общем-то, они, собаки, божье творение. Так вот, дорогие мои, остальные все собаки, после того, как я сделала сюжет, а мне столько грязи написали, мой сын удалял по поводу того, когда я сделала про собак сюжет, у нас там небольшой приют, вот, и мы стараемся всегда всех собачек до зимы раздать. Вот, вот, собираем зимой, вот, там, допустим, в конце феврале, там, в марте к нам совсем какие-нибудь собачки прибиваются больные, и, естественно, мы их кормим, поим весной, кто-то где-то стройку затевает, где-то на дачу кто-то забирает, кто-то куда-то, и получается, что мы раздаем всех собачек. Вот такое вот. Это не всегда у нас получается вот так, но мы делаем, потому что у нас есть место, где можно держать собачек хоть некоторое время. Ну, и есть возможность их подкармливать. Поэтому мы так и делаем. И вот, когда я сделала такой сюжет, выставила про собак, посмотрите, у меня там есть видео, слушайте, такое написали, такое написали, что вы, вы хотите денег, мне ничего не надо. Я сделала сюжет для того, чтобы вы были неравнодушны, чтобы вы поняли, что очень легко взять какую-нибудь собачку, простерилизовать ее, чтобы она не мучилась и не рожала, и не мучилась, как прокормить этих своих щенят, и чтобы не... Ну, в общем, вы сами понимаете. Вы можете с одной собачкой. Мы это делаем с двумя, с тремя, с четырьмя, когда как возможность позволяет. Вы можете хотя бы одну. И все, понимаете? И все. И будет все по-другому. Жизнь будет по-другому. Хотя кому я говорю? Иногда думаешь, боже, ну, слава богу, что у меня вот такие вот люди собрались. А у меня люди потрясающие, неравнодушные, изумительные у меня люди на канале. Люди, которые действительно, как я говорю, жемчужны, божьи жемчужны. Большое спасибо вам за то, что вы меня поддерживаете, за то, что вы пишете свои комментарии добрые, окрыляете меня, за то, что вы ставите лайки, за то, что вы даете мне вдохновение своими вопросами, своим, знаете, добром, добротой душевной, на то, чтобы я и дальше делала канал. Раньше ж как у меня? Только для семьи. Я вспомню рецепт, на камеру запишу, и у меня это Ютуб было, как складирование моих рецептов для моей семьи, для моих детей и внуков. А потом бац! И вот такая вот образовалась семья. И Господь говорит, слышишь, мы все братья и сестры, посмотри. Посмотри, насколько. Неужели ты думаешь, что вокруг, вокруг только матершинники? Нет! Нет, Катюша! Вокруг, вокруг золота, а не люди. Золото! Вот так вот. Вот такие вот. Вот такие мы красивые. Вот такие. Так что, дорогие мои, по поводу того видео я вам хочу сказать, все собачки, которые на моем видео, в моем питомнике были, они все устроены. Моя ремочка, кто не знает еще, она тоже у меня, кстати, приблудная, чтобы вы знали. Мы собак не покупали. Она приблудная. Она приблудилась. Ее выбросили вообще в лесу. Она приблудилась к озеру, вокруг озера. Еще когда приезжала моя сестричка с племяшкой. И она приблудилась тогда. Это очень уже давно было. Ну сколько уже лет? Наверное, лет пять назад, может. А может и семь. Подождите, когда это было? Когда? Это было в 2010 году. Ремке уже восьмой год. Восемь лет ремень. Да, представляете, Реме уже восемь лет, а у меня все в голове пять. Я вот так вот. У меня именно с цифрами на число, на час во сколько, на конкретно какого числа это происходило, меня лучше не спрашивать, потому что я не отвечу. Я в годах путаться стала. Чем дольше живешь, тем все кажется было вчера. Мне вообще кажется, что вчера мне только было семнадцать, а сегодня мне уже двадцать один. Думаю, боже, неужели мне уже двадцать один? Вот. Ну о чем я? Покормила собак. Сейчас буду пробежку делать. Вечернюю возле моря. Это просто необходимо. Для меня пробежка хотя бы раз в неделю или два раза в неделю по берегу моря, независимо от того, что есть снег или там дождь или еще что-то, абсолютно не играет роли, потому что, ну вот я уже как бы одета так, чтобы бегать. Смотрите, здесь песок, он совершенно не, как бы вам сказать, не рыхлый, то есть по нему спокойно можно бегать и заниматься, тренироваться. А дальше у нас очень много железок, и мы тренируемся на этих железках, и я, и мой муж. Кстати, муж, он у меня не особый любитель тренироваться на берегу. А я прям просто растворяюсь. Для меня вот этот вот воздух, море, это такая красота. Это, ну стихия, просто словами не передать. Девчонки, обязательно, обязательно приезжайте на море. Сегодня немножечко штормит. Ветра нету, но штормит. Такой запах морской, я вам вообще не могу... И пена, вот эта морская пена, вот она. Морская пучина, морская пена. Хочу передать вам вот все это. И вот я вам ответила, я вам ответила на вопрос по поводу собак, обязательно. А вот, смотрите, растительность какая-то тут. Вон они, мои хорошие. Не знаю, я очень люблю собак. Кошечек тоже люблю, все. Но кошечки, они все как бы пристроены. Они все там в подвалах кто-то живет, кто-то еще. А эти, ну вот эти вот, что на берегу, они здесь, вот тут вот у нас все. Это все отельные. Это, видите, они не худенькие, они такие довольные, радостные. Они отельные, вот тут живут они. А, ой, запах какой хороший. Ой, повеяло как. Вот они, отельные наши. А те собачки, что я в городе собираю зимой, в феврале, там в марте, это как раз-таки брошенные. Или просто, знаете, как родилась собачка и все. Самое страшное, когда находишь собаку в лесу. Вот как Рэма, которая наша у нас сейчас. Такая красавица уж. А вы не представляете, какую мы ее взяли. Это не в сказке сказать, не в первом... Просто я вам не могу передать, насколько она была худая. Это было, ну, невозможно смотреть даже. Одни кости. Просто одни кости. Там дистрофия, врач сразу сказал. Дистрофия. И вообще, как она выжила, непонятно. В этом лесу такой маленький щенок шестимесячный. Тоже народ, видите, люди есть жестокие. И есть нормальные. Вот, ну все, пошла я на пробежку. Я люблю вас. Будьте благословенны, вы и ваши близкие. Надеюсь, что мне удалось вам передать вот этот зимний день на море. Вот эту красоту. Будьте благословенны, вы и ваши близкие. Здоровье не забывайте и о братьях наших меньше. Не забывайте о них. Пока-пока. Люблю вас.